До праздников меньше недели, а 240 работников водоканала имеют все шансы остаться без заработной платы. Такая ситуация на предприятии продолжается второй год. Люди работают физически. Сейчас элементарное дело перед Новым годом. А людям не на что купить даже продукты. И кушать уже нечего, не на что приехать на работу. Дети остаются практически без новогодних праздников, даже семейных. Из месяца в месяц у нас длится эта заработная плата. Почему правительство наше так халатно относится к нам? В трудовой инспекции нам сообщили, что пока заявлений о задержке от работников водоканала не поступало. Но данными о нестабильной ситуации на предприятии здесь располагают. На 25 декабря 2014 года водоканал имеет задолженность перед 152 работниками на общую сумму 3,205,000 рублей. Руководство водоканала во всех бедах винит своего единственного контрагента – Байкальские коммунальные системы. На сегодняшний день задолженность общая составляет Байкальск коммунальные системы на 1 декабря 140 миллионов, в связи с чем мы не можем осуществлять ни выплату заработной платы, ни выплату налогов. При этом платежи от БКС практически на сегодняшний день не осуществляются. Назвать финансовое положение водоканала просто сложным – не сказать ничего. Денег нет не то что на зарплату, на продолжение работы, на горюче-смазочные материалы, комплектующие и препараты, необходимые для обработки сточных вод. Две недели назад на предприятии вышел из строя один из самых важных этапов технологического процесса – цех обезвоживания. Именно здесь просушивается и обезвреживается активный ИЛ. Самостоятельно возобновить его работу на данный момент у водоканала нет никакой возможности. Простой цех огрозит привести к чрезвычайной ситуации, вплоть до санитарной катастрофы в масштабах города. На сегодня технологический процесс идет через старую схему. ИЛ мы отправляем на ИЛовые карты. На ИЛовых картах там надо будет их сушить минимум три года, чтобы убить яйца гельминта. В связи с тем, что цех у нас стоит, такая ситуация. Недостающие детали заказали за счет администрации УЛАН-ОДЭ, которая обратила внимание и на задолженность по зарплате работникам водоканала. Посмотрите, население у нас облачивает ежемесячно, сколько у нас там, 18 миллионов? 18-19 долларов. 18-20 миллионов приходит. Куда уходит? Ну давайте решать, что мы людей без зарплаты оставляем. Еще за ноябрь не рассчитались. А на рационную работу. Если эти вопросы не будете решать, будем тогда с вами принимать решение. В ответ на претензии главный управляющий директор БКС Дмитрий Залкинт поведал, что вопрос разрешится после сегодняшнего заседания суда об обоснованности признания компании банкротом. Однако судьбоносное рассмотрение было перенесено на понедельник.